Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус, и сегодня для библейского портала экзегет мы начинаем видео лекций, касающихся маковейских книг. С древнейших времен до нашего времени до нас дошли четыре книги, которые для современного читателя известны именно под этим наименованием «Маковейские книги». В древности эти книги назывались по-разному, они были написаны разными авторами в разное время, но по событиям, которые описываются в этих книгах, по тем героям, которые являются ключевыми персонажами для этих книг. Эти книги получили такое общее наименование, маковейских книг. Под этим наименованием мы сегодня знаем эти замечательные тексты. Книги были написаны на разных языках, но дошли до нас прежде всего в греческом переводе, и поэтому, как и многие другие древние священные тексты, написанные или переведенные на греческий, дошедшие до нас именно на этом языке, маковейские книги не вошли в состав священного писания иудеев. Также и в протестантской традиции эти книги тоже не входят в состав Библии, но более традиционные ветви христианства, католичества и православия эти книги сохранило. В католических Библиях печатаются две маковейские книги, первая и вторая. Они называются в среде католиков второканоническими, и их авторитет несколько меньше, чем других книг священного писания. Но на самом деле многие важнейшие догматические вопросы, многие важнейшие вероучительные истины базируются на тексте именно маковейских книг. В православной традиции мы почитаем три маковейские книги, как входящие в состав Библии. Первую, вторую и третью. Четвертая маковейская книга иногда печатается в некоторых греческих библиях, в приложении обычной греческой Библии, иногда печатается в грузинских библиях, в славянских библиях не принято печатать эту книгу. А вот первые три, их авторитет тоже как бы немного меньше, чем авторитет канонических книг. Они называются неканонические, но тем не менее это очень важные книги. Как относиться вот к таким книгам, которые мы называем второканоническими или неканоническими? Этот вопрос вставал еще в древней церкви, среди древних христиан. И как христиане отвечали на этот вопрос, мы можем узнать из слов Блаженного Августина. Блаженный Августин пишет так. «И тех частей Писания, которые именуются книгами Маковеев у иудеев, в отличие от закона пророков и псалмов, нет, но принятые церквью они приносят большую пользу, если читать или слушать их с умом». Таким образом, христианская традиция сохранила эти книги, включила их в состав Священного Писания. И хотя их и нет и иудеев, если в составе Ветхого Завета в христианской традиции они есть, и если, по словам Блаженного Августина, читать или слушать их с умом, они приносят большую пользу. Есть даже праздник в Православной Церкви, посвященный памяти маковейских мучеников. Многие древние святые отцы необыкновенно почитали маковейских мучеников, произносили проповеди в день их памяти. И можно сказать, что эпоха мученичества, которая в первые несколько столетий существования христианской церкви очень большое количество святых мучеников прославила, как отдавших свою жизнь за верность Христу, за верность вере, за верность заповедям. Вот эта эпоха, она в значительной степени была связана с еще вот этими Ветхозаветными событиями, когда и в эпоху Ветхого Завета мученики маковеи отдавали свою жизнь за верность Богу и его законам. Четыре маковейские книги, из которых мы будем говорить о трех, потому что эти три включены, как я уже сказал, в состав Священного Писания, очень разные, по-разному написаны, разными авторами, немножко в разное время, даже на разных языках, но не случайно они объединены общим названием. В основе этих книг, то почему они, безусловно, являются именно библейскими, они очень похожи по своему главному содержанию, но другие библейские книги, потому что это исторические книги, но говорят они прежде всего не о собственных исторических событиях, а говорят они о том, как верность побеждает вероломство, как правда Божия побеждает подлость и неправду, как слабость в истине иногда побеждает силу и крепость, основанную на стяжательстве и каких-то земных недостойных целях. Попробуем приступить к первой маковейской книге. Мы сейчас начнем ее читать. Эта книга является одним из ценнейших исторических источников наряду с таким знаменитым сочинением, как «Иудейские древности» Иосифа Флавия. Эта книга подробно описывает ход восстания в Иудее против деспотии селевкидов, против тех страшных гонений, которые развернул представитель этой династии Антиох IV Епифан. В первой маковейской книге связано последовательно до того, что, можно сказать, описываются события, которые произошли начиная с 175 года до н.э., а именно восстание иудеев против царя Антиоха IV Епифана под руководством священника Матафии и затем его сына Иуды Маковея. До победы, до создания государства и установления правления новой династии, которая получила название династия Хасманеев. Автор первой маковейской книги писал по историческим меркам через не такое уж большое время после описываемых событий. Прошло полтора или два поколения. Вероятно, он был каким-то придворным ученым или придворным советником при дворе Хасманеев. Он, несомненно, пользовался огромным количеством подлинных документов, которые сохранились именно от эпохи описываемых событий. Имя этого человека нам неизвестно, сведений о нем, в общем-то, нету. Мы черпаем те скудные сведения, какие у нас есть из собственных текста самой книги. Вероятно, книга была написана изначально на еврите, на древнееврейском языке, а уже потом перевезена на греческий. И вот этот греческий текст для нас и дошел. Автор первой маковейской книги очевидным образом прекрасно знаком с реальностями жизни в Палестине. Он знает очень детально палестинскую географию, знает огромное количество названий городов, разных населенных пунктов, крепостей. И все это использует в своем труде. Так что этот труд представляет собой еще такую очень важную историю и историческую ценность. Обращаясь к тексту маковейских книг, мы не только имеем дело с удивительным историческим источником, не только прикасаемся к событиям этой глубокой древности, но, что может быть даже важнее, встречаемся с тем, как Бог входит в события человеческой истории тогда, когда Бога призывают, тогда, когда люди просят, чтобы Бог вошел в события человеческой истории, как Бог участвует в этих событиях. Мы, читая маковейские книги, сталкиваемся с тем, как силен бывает дух в, казалось бы, слабом, ничтожном, почти уничтоженном, можно сказать, человеке. И вот это, наверное, есть главное содержание тех книг, которые мы с вами будем читать, маковейских книг. Спасибо за субтитры for via j anyway. Продолжение следует...